Аккуратно, София, это наша последняя вода. Ого! Мама! Тут написано, что далее тупик, прохода и проезда нет. Заброшенный дом. Пошлите отсюда. Бегом, пошли, собаки! В общем, как потом выяснилось на записи со скрытой камеры. Прошли два человека в чем-то белом. Один из них включил фонарик. Мне кажется, кто-то к нам идет. Алоха! Я Any Magic, со мной это мои собаки. Юми, Миша, Софи. И мы в лесу. Уже и понятно, где на самом деле. И скоро стемнеет. Но я надеюсь, мы выживем. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать об этом. Потому что до трех миллионов, до которых мы идем. Потому что кое-что случится важное на три миллиона. Осталось всего 166 тысяч. Я сейчас умру. А мы решили выживать в лесу. Все пошло не по плану. Все пошло все. Все. Не просто какая-то мелочь случилась или еще что-то. Вообще все пошло не по плану. Поэтому сейчас я вся мокрая, грязная, потная. Собаки все в колючках. Мы сидим непонятно где в лесу. И здесь даже нет сети. Я даже не могу в нашу группу в Телеграме ничего попостить вам. И рассказать вообще, где мы и что с нами. Чтобы вы были в курсе. Обычно я это делаю. Подписывайтесь на Телеграм тоже, чтобы быть в курсе всех событий. И первее всех обо всем узнавать. В описании все ссылки на наши соцсети. На Яндекс.Дзен, на ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь. По порядку. Мы решили снять ночь в лесу. Рядом с заброшенным домом на дереве. С товарами из Фикс Прайс. Если до этого, как вы помните в наших роликах, мы брали палатку, спальники, стулья, подстилки, полотенца. Все свое, подушечки, какие-то одежки и так далее. То в этот раз мы решили, что мы будем пользоваться только тем, что мы купим в Фикс Прайсе. И больше ничего. Даже еда и вода только оттуда. И отправились в Фикс Прайс в городе Сочи. Залетаем. Залазь. В гамак. Учитывая, что после предыдущего нашего челленджа нам пришлось мыть машину, потому что собаки грязными лапами ходили по сиденьям, кто помнит. Поэтому я расстелила гамак. Да? Всем втроем в Фикс Прайсе нам будет тесно. Втроем опять. Математику с Animagic мы уже проходили. Так, давайте считалочка. Эники, Беники или вареники? Я не помню дальше. Ладно, идет Софи. Миша в последний раз ходила в пятерочку у нас за мясом. Чего-то Миша долго. Наверное, мясо сложно выбрать. О, вот это самый классный отдел. А Юмичу в последнее время у нас слишком офигевшая. Давайте вот камеру оставим в машине, посмотрим, что она там будет вытворять. А вытворяла она много всего. И я решила оставить этот трэш на наш будущий челлендж 24 часа в машине, где можно будет оставить скрытую камеру на подольше. Если вам нравятся наши челленджи 24 часа, ставьте нам лайк. Давайте наберем 100 тысяч лайков и следующие 24 часа мы проведем, например, в машине. А если у вас есть еще какие-то крутые идеи, где провести 24 часа с собаками, какие-то супер классные челленджи или ночь, пишите в комментариях. Чем больше комментариев, тем лучше они появляются в видео. Ладно. Так вот. Софи, по-моему, лучше меня знает, куда идти. Под машину. Жду не дождусь того дня, когда фикс прайс переименуют в Китай и точка. Нет, дешево и точка. Если что, нам за это не платили. Поэтому, Софи, скажи, что мы находимся в магазине дешево и точка. Софи. Мне сотрудники магазина сказали взять собаку на руки. А можно я ее в корзинку посажу? Активатор туалета. Выживаем. А вот это нам надо. 55 рублей. По-моему, Софи даже лучше, чем ходить пешком. Лампа от комаров нам бы помогла, но она на USB. А вот эта штука в лесу нам точно может пригодиться. Это фонарик. 300 рублей, офигеть. Динозавр, блин, и то дешевле. Так как принц был не брать ничего, так что еду нам тоже придется купить в экспрессе и детям, и вле. Да, выбор тут не очень большой. Это же просто гениально. Чехол на сиденье для унитаза. Коврик для пикника. 249 рублей. Посмотрите, какие счастливые лица. Эти люди счастливы, мне кажется, что у них есть такой прекрасный коврик. Спасите. Улыбайся. Руку отпустим. Это лучший коврик в нашей жизни. Синий, желтый, красный. Синий, желтый, красный. Э, ники бы ники ели. Желтый. Ну, твоего цвета, Софи, к сожалению, нет. И Мишинова тоже, поэтому хотя бы июнь. Здесь есть еда только для кошек. Для собак здесь нет еды. А еще здесь нет товара для животных вообще. Да я в шоке сама, Софи. Выживаем. Чай, кофе, лапшу, какао залить кипятком, сахар погрызть можно, обсюнявить и съесть. Спагетти варить, гречу варить. Все консервы, которые здесь продаются, невозможно открыть без открывашки. Открывашки нет. Видимо, чтобы выжить с едой из фикс-прайса, придется есть сушки и ломтишку. Выживаем. Окей, придется взять шпроты. О, хлебцы. О, это мои любимые вафельные трубочки. В принципе, мы взяли какой-то супер-мега-нож. Может быть, там есть открывашка. Если нет, то можно открыть ножом. Выживаем. Время уже поджимает, и больше ничего полезного в этом фикс-прайсе мы не нашли. Я против пластика, но пакет для мусора нам явно пригодится. Влажные салфетки. Я нашла тележку зато собак катать. Вот такие расцветки. У нас есть авокадо, клеточка, леопард. Вот такие пандочки очень милые и сердечки. Панды подходят очень под нашу тему, сегодняшнюю с лесом. Я попозже расскажу. Мы уже потратили два часа по всяким пробкам, ездя по разным фикс-прайсам в поисках хоть чего-нибудь, что может нам пригодиться. Зато контейнер для анализов. Выживаем. В общем, мы купили, что смогли. Распробуем. Вот она наша подстилка для пикника желтого цвета. Расстелим. Неплохо сшито, но если учесть, что это обычная какая-то нетканая бумага, то ее даже постирать нельзя, если собаки сейчас ее испачкают. У нас, мне кажется, напали какие-то монстры. То, что нам точно сейчас пригодится, это вода. Вода. У меня от этой тайги щипет все, просто все лицо. Почему она попала на лицо, я не понимаю. Мне надо налить воды себе на лицо. Это была плохая идея, Аня. Я такой ядовитой фигни еще никогда не встречала. Уникальная формула. И чистой космической энергии пошла. Вот это вы ощущаете. Фикс-прайс, бутылка для воды. Аккуратно, София, это наша последняя вода. И набрать воды нам больше нигде не удалось. У нас на треть бутылки меньше воды. У нас еще меньше воды. Мы жеваем. Что вообще происходит с этим червяком, я не понимаю. Как это? В общем, это складная бутылка для воды. Я так понимаю, когда воды нет, она складывается. Еще ее можно повесить на штаны. А сейчас вода там есть. И она не полная, поэтому выглядит вот так. Вода. Но нам надо ее очень сильно экономить. Вот такой складной контейнер. По сути, тарелка, которую я купила для собак. Все выглядит как один наборчик. Очень мило, но немножко все корявенькое какое-то. Мне казалось, вы очень пить хотите. Это вот такой вот классный и уютный плед. С пандочками. Пледик с пандочками. А смотрите, какой я пандочка-попка. А еще от него шерсть на собаках. От пледика, от этого всякий мусор. Фикс-прайс. Далее мы поехали к... На... Ти... Тот... Ну, неудивительно, что у меня после такого проблемы с речью. Ведь у нас все идет по плану. Мы живаем. А хотите знать, почему у нас проблемы с водой и нам придется ее экономить? Потому что я чуть не умерла. На этом могло все закончиться. Вся моя жизнь. Конечно, не виновата ведро из фикс-прайса. Надо просто мозги иметь. Я его купила, чтобы в горной речке, в лесу, набрать водички в него. Оно раскладное. Наш прекрасный источник пересох. И... Ого! Мама! Сейчас вот в эту минуту реально моя жизнь могла оборваться. И никаких роликов бы не было больше на канале. Выживаем. Вот на вот этом обрыве. То есть я бы могла вот просто туда скатиться к фигам. И все. И разбить себе все. Потому что это все камни. Просто жесть. Просто. Все. Китайцы. Простите. Ручка у ведра. То есть надо его закрыть. Вылить все. Закрыть. И ручку перетащить на другую сторону. Хорошо, что у меня были запасные джинсы с собой. И запасная обувь. Джинсы, правда, немножко странненько выглядят. Учитывая, что половины джинс нет. Нога болит. У меня там будет шишка. Выживаем. Видите в нем воду? Видите в нем воду? Нет, в нем нет воды. Видите в нем грязь? Видите, да? Вот. И когда я села в машину по пути, она расплескалась. Это была плохая идея, Аня. Поэтому все, что можно сделать с этим ведром, это надеть его себе на голову. Это была плохая идея, Аня. Оно все во вмятинах. И мне кажется, что чем, во-первых, он складывается, очень как-то кривовато все время. Но чем больше мы будем его складывать и собирать, я думаю, тем быстрее оно испортится. Хотя хозе, кто знает. Дорога до самой вершины очень тяжелая, очень длинная в Адскую гору. И там на самой вершине тот самый лес, в котором находится тот самый заброшенный домик на дереве. Что произошло дальше? Прекрасно. Наше приключение, как всегда, идет по плану. Дорогу перекрыли. И как минимум 10 дней она будет закрыта. До домика мы сможем добраться только через 10 дней. Мы решили подняться пешком до другого места, которое было в нашем видео. Это огромная заброшенная машина, потому что в ней была бы хорошая возможность переночевать. Отлично. Куда поведет собака? София считает, что нам нужно пойти вот по той тропинке, а не по дороге. Это реально выживание в лесу, потому что я тащусь наверх с огромной просто сумкой вещей. У меня к ней прицеплен штатив. И я несу это все на себе. В гору, в Адскую, в лесу. Выживаем! Юмичу, София идут впереди. Мы с Мишей идем сзади. Давай, Миша, выживание в лесу. Нам нужно это сделать. Тропинка, камера просто не передает этого. Юмичу, челленджи в нашем первее всех, потому что София останется поесть травы. Последний рывок. Мы вышли на дорогу. Это очень тяжело. Кажется, Мишка где-то там далеко застрял и не может подняться. Давай, 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 ты молодец, давай залазь. Молодец, умница. Пошли, пошли, пошли. Давай, это челлендж на выживание. Давай, иначе мы все умрем. Ладно, я поняла. Окей. Давай. Молодец. Давай, вот молодец. София, веди к нас заброшу. Все, разговор не может быть продолжен. Абонент недоступен. Мы опять выпустили Мишу. Миша, Миша, давай быстрее. Какие камни, да? Как будто это руками просто кто-то делал, строил. Этот лес реально просто какое-то мистическое и странное место, потому что... Потому что газели нет. Она была вот здесь, на этом повороте. Здесь очень много стекол, как будто разбились какие-то окна, но машины здесь нет. Это для меня до сих пор загадка. Нет, это не другое место. Даже по стеклам понятно, что машину утащили отсюда. Огромную газель, которая явно стояла тут очень много лет. Может быть, это из-за нашего прошлого ролика, увидели в видео? Или из-за чего ее решили отсюда убрать? И кто? Чтобы утащить из леса такой огромный предмет, нужна реально бригада с краном. Загадка. А может быть, наконец-то они в честь экологии чистят лес и убирают отсюда мусор? Тогда молодцы. Мы должны найти место для ночевки. Выживаем! У нас совсем мало времени, вещи оставим тут, потому что это очень тяжело нести. И пойдем немножко исследуем тут дорогу, на которой мы не ходили. Может быть, мы обнаружим какое-то удобное пространство или что-нибудь еще, я не знаю. Мы поднялись с собаками до развилки. Юми, давай, куда поведет собака? Налево или направо? Я слышу какие-то шорохи. Вот там, в лесу. Тут написано, что далее тупик, прохода и проезда нет. Осторожно, злая собака и кот вообще дебил. Я думаю, что нам не надо туда идти. Да, Юмичу, хорошая идея. Попробуем пойти на другую дорогу. Что-то мне уже не кажется, что в этой стороне мы найдем место для ночевки. Ох, ребятки. Ох, ребятки. У меня села камера, а запасной аккумулятор в сумке. Это большой и, мне кажется, заброшенный дом. Вот так вот в лесу стоит. Как будто там какой-то звук, будто что-то шумит. Дверь открыта. Мне почему-то не кажется, что это хорошее место для ночев... Пошлите отсюда. Бегом, пошли. Фу, Юмичу, Софи, Миша. Мне показалось, кто-то прошел или выглянул. Ночевать в чужих заброшенных домах не самая лучшая идея. Особенно, если они не совсем заброшенные. Выживаем! Да, Миша? Миша? Да? Миша? Да? Я нашла кучу сухих веток. Если что, мы из этого можем сделать крышу. Уже скоро темно совсем будет. Жутковатый лес, конечно, тут. Мы нашли вот такое тупиковое местечко. Все устали, да? И все хотят есть. А Миша, просто посмотрите, она вся... Блин, это капец, ребята. Дома нам предстоит пипец. Сейчас Миша вся в колючках. Эту тарелочку, в общем, раскладную я купила ребятам. А себе я купила вот такой вот ланчбокс с прибором, называется. Он тоже силиконовый. Здесь такая штучка. Она открывается. И здесь вилочка, ложечка миниатюрненькие. А тут под крышечкой получается такая вот мисочка. Вот, она делится на две части. Раз и два. Тоже раскладная. Ну, ничего, ничего. Интересно. Три полотенца. Отлично, прекрасно. Как всегда, Аня. Если у нас будет вода, нам было чем вытираться. Можно ими вытирать пот, например. Сюда нужно вставить три батарейки. Когда вставляешь все три батарейки в этот фонарик, как всегда, непонятно, как мы их туда вставляем, он мигает красным. Можно его включить, нажав на кнопочку вот сюда. О, можно его выключить. Оказывается, красным он мигает, если совсем до конца нажать. Вот в этой металлической штуке всякие ножички. Вот такая типа пила, типа ножницы, мини-отверточка, вот такая пилочка, ножик, открывашка, пилка для ногтей и типа отвертка тоже ключ. И так как открывашки в фикс прайсе я не нашла, я решила, что открывать консервы при помощи ножа. Детям я купила мясо цыпленка в собственном соку, потому что там больше ничего другого для собак вообще не нашло. Сейчас мы попробуем открыть это. Но это тоже эксперимент. Откроет ли этот супер мультифункциональный фонарик из фикс прайса банку консервов. Выглядит дико. Так. Можете есть по очереди, потому что миска у вас одна. А почему едят только Юми и София? Миш, это не твоя тарелка вот так. Девчонки, дайте Мише тоже поесть. Софи, дай Мише поесть. Вы не одни голодные. Я сейчас открою себе шпроты. Главное не облиться. Аня, главное не облиться. Воняет капец. Вариантов у нас не так много. Боже, что это? Это не хлебцы, это какой-то рис. Вот шпроты вам точно нельзя, Юмичу. Это в принципе есть можно. Смотрите, какие они большие. Но не очень. Отлично, я штаны еще дорвала. С соком персика. Мне уже нечего терять. Я такая грязная, что мне уже все равно. Прекрасно, какой йогурт похож на сгущенное молоко. Ну, это терпимо. Скажите, почему у нас все идет не по плану, как всегда? Это мои любимые трубочки. Я их очень люблю. Но оставлю их на ночь. Вдруг что случится, и нам совсем будет нечего есть. Почему-то... Ой. А вот это было красиво, да? Смотрите. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вот настолько мало водички там у нас осталось. Вот такой вот немножко криворукенький, кривожопенький. Но неплохой наборчик. Как-то очень давно я делилась с вами проблемой о том, что когда у нас появилась Миша, она научила всех лазать по мусоркам. Потому что ей всегда очень хочется кушать. И она может взять и разодрать мусорный пакет. Когда мы жили в деревне, я оставляла их на улице. И Миша просто их раздирала. Вместе потом Софи научилась тоже это делать. Не знаю, как насчет Юмичу, но я подумала, что пока что я отойду в сторонку. Ну, по своим делам. Ладно, на самом деле я хочу провести эксперимент. Оставить мусорный пакет, камеру и сказать собакам, ждать меня тут. Уйду и проверю, будут ли они что-то с этим делать. В общем, как потом выяснилось на записи со скрытой камеры, Юмичу вообще вышла из кадра. А Софи нарычала на Мишу и не дала ей к нему прикасаться. И после этого сама безуспешно пыталась что-то там поковыряться в пакете. Между прочим, очень как-то странно это выглядело. Носом, ни лапами, ничем. Но, видимо, все были не слишком голодные, так как только что поели. Поэтому в конце концов она забила. Затем Юмичу в кадр вернулась. И в итоге особо на мусорный пакет никто внимания не обращал. Отлично. Уже совсем почти стемнело. Звук окончательно на камере сел. Я не знаю, слышно ли меня. Надеюсь, слышно. Сейчас будет челлендж «Собери подстилку с Animagic правильно». Она, кстати, вся грязная. И вот я совсем не представляю, как такую ткань от чего-то вообще чистить. Да пофиг. Как вам такой вариант для ночлега? Под ветками, под деревом. Кажется, я нашла то, что нужно. Это что-то вроде пещерки такой. И под ней можно спрятаться. Под вот этим вот деревом. Там как бы навес. Мы сделали себе вот такой вот навес. Еще больший над этой пещеркой. И я постелила туда плед. В общем, видимо, мы нашли место для ночлега. Оно спрятано вот так вот в кустах. Под деревом. И нас там никто не найдет. Надеюсь, это не чья-то берлога. В общем, пока у айфона работает вспышка, а у меня садится последняя батарейка. Если у нас будет возможность через 10 дней вернуться в этот дом на дереве. Помните, там мы нашли что-то вроде камушков с рунами. Многие писали даже, что это за руны в телеграме у меня. Еще вот эти были надписи, которые явно подразумевали, что там какие-то, видимо, подростки, а может, они подростки вызывали духов. Но тут я узнала такую штуку, что мне сказал один человек, что вот эти вот камни и то, что там изображено на рисунках, используются для проклятия какого-то человека. То есть то, что мы там нашли, кто-то использовал для того, чтобы наложить проклятие, а не вызвать духа. Но я до конца с этим еще не разобралась. И именно поэтому я хотела туда вернуться, посмотреть, может быть, лучше обыскать что-то, что-то мы найдем. А может быть, это реально какой-то ритуал. Над нами кто-то ходит. Я надеюсь, это не чья-то норка, и ночью отсюда не выползет какое-нибудь существо, которое захочет нас сожрать. У нас сели совершенно все камеры, все батарейки, остался только айфон со вспышкой. И над нами вот там вот постоянно кто-то ходит, и что-то шебуршится. И это очень стремно. Я замечала такую фишку, что у многих собак в темноте, как у кошек, светятся глаза на вспышку. Но у Юмичу сильнее всех светятся глаза. Посмотрите. Просто она как демон. У меня ощущение, что мы все время по ночам жрем в каких-то непонятных местах. Выживаем. А еще очень тупо, когда свет слепит в глаза, тогда вообще вокруг ничего не видишь, а там адски темно, и даже в темноту всмотреться нельзя. А еще у меня на телефоне осталось 40% заряда. Мне кажется, ребята уже очень устали, особенно Софи и Юмичу, они, по-моему, засыпают. А Миша вот не бегала, как они экономили энергию, и сейчас не так сильно спать хочется, да, Мишань? Когда еще было не совсем вот так темно, мимо проходил какой-то странный человек. Я его не разглядела. Он поцокал собакам. И я теперь очень переживаю, потому что я услышала, как он начал кому-то звонить. В общем, вокруг уже очень темно. Сейчас мы проверим наш супер-китайский фонарик. Везде эти шорохи, мне кажется, даже иногда мигает что-то, мелькает, как будто глаза чьи-то. Вот наша камера, которая не снимает, потому что села. А я вдруг подумала, вдруг тот, кто проходил, как-то связан с тем домом, который мы обнаружили случайно. Только что по расправе от нас прям звук был. Вот там, чуть выше. В общем, мы сидим тут в своем штабике, из которого, получается, нет выхода никуда, кроме как прямо. То есть мы в ловушке в некой. И я поняла одну стрёмную вещь. А там опять были какие-то глаза, мелькали. Да что такое? То, когда ты сидишь на домике на дереве, ты как бы в безопасности себя больше чувствуешь, потому что ты на высоте находишься. Когда ты сидишь в палатке, ты тоже чувствуешь себя более-менее в безопасности в какой-то... Когда ты сидишь просто в диком лесу, в какой-то пещерке, это не вызывает ощущения, что ты в безопасности. Все нормально? Это просто мигают светлячки. Спят усталые игрушки. Мишки спят. Я надеюсь, прямо сейчас из этих кустов ничего не вылезет на нас прямо, потому что я слышу, как оно пробирается. Вы это слышите? Вы слышите, что все время какой-то хруст, и все время кто-то где-то ходит? И собаки рычат периодически. Собаки рычали. Я выключила вспышку, я все выключила, и в темноте вот там прошли два человека в чем-то белом. Один из них включил фонарик. Потом они исчезли. Не знаю, куда они шли, зачем ночью, но это начинает очень сильно напрягать. И этот мужик. Мне кажется, кто-то к нам идет. Я нафиг схватила сумку и бежать. Я не думаю, что мы с ребятами можем спуститься по той горе, по которой мы поднимлись. Но, видимо, у нас нет выбора. Выживаем! Я испугалась дерева впереди стоящего. Софи как настоящий друг, ведущий. Когда я останавливаюсь и жду, Мишу тоже останавливается и ждет. Не так, как они днем бежали. Ночевать в лесу вот так, когда все идет не по плану, совершенно нельзя. Это была очень плохая идея. Смотрите, я не свечу и не иду, и Софи нас ждет. А как только я начинаю светить и спускаться, Софи идет вперед. Софи настоящий путеводительный пес. У меня на телефоне осталось 10% зарядки. У нас останется только фонарик. А мы в лесу застряли ночью. Как жутко все выглядит. Вообще, ночью все выглядит совсем по-другому. Не так, как днем. Юми, Софи, Миша. Миша! Миша! Черт! Придется наверх-обратно подниматься. Придется наверх-обратно подниматься.